МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое культурное наследие города? Зачем обучать жителей Самарской губернии методом реставрации и восстановления памятников культуры? Кто может стать участником проекта «Школа волонтеров наследия»? В нашей студии руководитель проекта «Школа волонтеров наследия» Нина Казачкова. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Да, Нина Васильевна, добрый вечер. Рад вас видеть. Взаимно. Ну и давайте начнем с важного вопроса. Как был создан, вернее, зачем даже был создан проект «Школа волонтеров наследия»? Каковы его цели и задачи? Ну, проект «Школа волонтеров наследия» – это проект программы «Волонтеры наследия» национального проекта «Культура». Для чего создан, ну, хороший вопрос, для чего создан. Он создан для того, это программа и вообще этот проект, он как бы такой хороший образовательный проект. На самом деле это образовательный проект? На самом деле да, хороший образовательный проект. Создан он для того, чтобы каждый человек прикоснулся, так или иначе, к культурному наследию. Все, кто придут в «Школу волонтеров наследия», они либо единомышленников найдут там, либо они освоят какие-то азы, громко сказать, реставрация, да, но какие-то методы обработки различных материалов, которые используются в строительстве, в реставрации. Это камень, металл, дерево. То есть это такая хорошая, прекрасная история для любого возраста. То есть «Школу волонтеров наследия» принимаем всех людей с 18 лет. И на этой школе они слушают лекции, то есть им рассказывают историю частично волонтерства, культурное наследие, объект культурного наследия. То есть любой вот гражданин-горожанин, понимаете, вот города. Хорошее сочетание гражданин-горожанин, очень хорошее сочетание. И это хорошая история по суработничеству, понимаете, вот это вот волонтерство, суработничество. То, что еще иногда называют гражданское общество, когда мы все объединяемся. Я горожанин. Я вот горожанин вот этого города, города Самары. Поэтому все, кто придут, я думаю, каждый найдет для себя очень полезные, нужные, кто-то там практические навыки, кто-то новые знания. Ну, никто, я думаю, не уйдет просто вот равнодушным, спокойным. Тем более, что этот проект мы делаем на хороших базах. Это на базе Самарского государственного технического университета, кафедра реставрации и реконструкции Академии строительства архитектуры. И на базе Центра литьевых технологий. То есть это вот такая новейшая кафедра, которая занимается литьем металлов. И для слушателей этой школы там покажут работу 3D-принтера. То есть, я думаю, не каждый еще понимает, как это работает. Они же вот Центр литьевых технологий восстанавливали саблю, памятник Учапаева Матвея Манезера. Мы об этом даже, знаете, чуть позже поговорим. А вы знаете, что интересно? Это федеральный проект, то есть это федеральная история, правильно понимаю? Да, это нацпроект культура. Это ВАИП, то есть Российское общество? ВААПИК просто в этой программе с 2019 года принимает участие Школа волонтеров наследия. Первая Школа волонтеров наследия прошла в августе 2019 года в Псковской области. Там Псково-Печерский монастырь есть, и мастерские были созданы, и проучились тогда что-то более 400 человек. Ух ты! Да, и вот этот вот почин, начало, он как бы хорошие результаты дал. И как бы вот начался этот процесс, наконец-то он дошел до Самары, и мы в числе десяти сейчас участвуем вот в этом проекте. Инна Васильевна, а как вы сами туда попали? Вот если не секрет, каким образом наш самарский человек? В школу? В школу волонтеров, да, и вот, так сказать, в этот проект? Школа волонтеров наследия. А вот этот ваш интерес к наследию историческому откуда? Да, ну, интерес к наследию в АПИК, да, мы можем так, да. Да, давайте называть вещи своими, да, Всероссийское общество охраны. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Ну, путь такой очень своеобразный в АПИК у меня и у многих. У меня он такой был. Наш дом, я живу в усадьбе Зеленко. Ох. Признали аварийным, вынесли из объектов культурного наследия, и мы должны были как бы съехать из этого дома. А он прекрасный дом, понимаете? Так и дом-то какой? С какой историей? Дом с историей большой. Там где-то 1906 года, там точно не установлено, вот, по крайней мере, пока не занимались, но, я думаю, займемся мы архивными данными, посмотрим, какой же точно год постройки. И там такая история хорошая у этого дома. То есть его вначале думали, что это архитектор Зеленко его построил, потом, значит, Филарет Засухин было установлено. Ну, то есть такая хорошая тоже история у этого дома. Интрига, детектив такой некий, да? Ну, он даже не детектив, это вот прям хорошая история. То, что надо сохранять. Конечно. То, что нельзя сносить. И мы тогда, так вот, знаете, как я всегда говорю, у каждого дома, вот этот дом как будто нас собирал. То есть мы все из коренных, кто жил в этом доме, у нас только вот моя соседка, архитектор Таня Петрова, остались жить в этом доме. Остальные все как бы съехали, и мы уже покупали вот эти старые старинные квартиры, и въезжали мы совсем новые люди. И в основном у нас там подобрались врачи, медики. Как я говорю, всех нас дом призвал полечить его. Ну, и мы действительно полечили. То есть мы сохранили дом. То есть мы его отстояли. Мы его отстояли. Он стал опять памятником. Да, мы получили статус объекта культурного наследия. Так. И, по-моему, в 16-м, вот в 16-м году, наверное, в 17-м, наверное, мы начали его потихоньку... Мы его начали еще в 16-м году. То есть вы, собственники, начали свой дом восстановить? Да, мы начали, да, при помощи волонтеров к нам приходили волонтеры, помогали. И мы потихоньку вот с того времени начали восстанавливать этот дом. И до сих пор мы как бы его восстанавливали. Ну, мы флигели уже закончили. А вот дальше там казармы. То, что сейчас тоже как жилые двухэтажные дома. Просто они в свое время были перестроены. Не казармы, а конюшни. Конюшни, прошу прощения. Конюшни, они были надстроены. У нас там тоже живут люди, жители. Вот сейчас мы дошли до них. То есть мы их... То есть мы потихоньку, планомерно... Аккуратно. Приводим, да. То есть мы каждый... Когда мы расчищали кирпичи, то мы увидели, что у нас кирпичи завода Маштакова номер 2. То есть номерные кирпичи? Да, да. Они в старое время там не все маркировали, а отдельные. То есть идет-идет кладка, и потом раз, клеймо. Там завод Маштаков, вот у нас, допустим, номер 2. Мы их очернили. То есть и каждый, кто сейчас подходит к нашему дому, может вообще увидеть. Вот этот кирпич, его видно, он выделяется. Мы специально выделили. То есть вот она, отличная история. Да, это ваша личная история, и вы стали этим заниматься, интересоваться. Да, да. И вот отсюда и пошло. То есть началось с нашего дома, потом там какие-то другие дома, потом там третий, третий, третий. В результате вот он так появился в опеке моей жизни. И вы стали, собственно говоря, этим заниматься. Я председатель Всероссийской общественной организации по охране памятников истории и культуры Самарского региона. Ну, если я предлагаю сейчас сделать маленькую паузу, посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нина Сильный. Вот мы посмотрели очень кратко видеоряд исторической части Самары. Для чего я хотел, чтобы мы еще раз увидели. Далеко не все. На самом деле город у нас с историей. Есть что посмотреть, есть что показать. А в любом деле, на мой взгляд, нужно четко определиться с терминами. По вашей оценке, что такое культурное наследие? Потому что школа волонтеров наследия, соответственно, что такое культурное наследие, вот по вашей оценке? Ну, я могу очень просто сказать, культурное наследие, все, что нас окружает, оно может быть материальное, нематериальное, и представляет ценность. То есть оно передается из поколения в поколение, как ценность. Вот если коротко так сказать. И, соответственно, все-таки это и материально... Что больше, вот в данном случае, это все-таки материальное будет... Будет идти речь о материальных ценностях, или все-таки будет идти речь, вот в данном случае, больше о духовных ценностях? Ну, в школе волонтеров наследия предполагается, помимо лекционного материала, практика. И здесь мы говорим о материальном. То есть они получат навыки, все слушатели, кто придут. Причем они такие первичные навыки, основные, базовые. По работе с кирпичом, с металлом, с деревом. Поэтому здесь, наверное, история больше как о материальном будет идти, вот в этом курсе. На следующий год там продолжение будет основного. Нина Син, прошу прощения, не подсказывают. У нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем, потому что зритель это не святой. Ну, и затем продолжим. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Марина. Да, очень приятно, Марина. Слушаем вас. А мне вот вопрос. После обучения я получу какой-то документ, и что он даст? Да, после обучения выдаются сертификат об окончании вот этого базово-основного курса школы волонтеров наследия. Ну, что он вам даст? Я не знаю. Я знаю, каждый по-разному относится. Допустим, я могу сказать, что я, когда получаю какое-то свидетельство или сертификат об образовании, о получении новых знаний, я социальную статусность свою как бы повышаю. Я не знаю, у каждого это будет свое как бы. Ну, рейтинг какой-то, наверное, для студентов существует. Там, допустим, кто-то занимается, если наследие. Мне кажется, вообще это прекрасная история, если ваши сокурсники знают, что вот вы занимаетесь культурным наследием. Я думаю, безусловно, кому-то знания, но сертификат – это как бы, знаете, ваша материальная часть, которая у вас остается и как воспоминание, и как свидетельство того, что вы ее прошли. Ну, я не знаю, как ответить вам. Как вам хочется, чтобы я ответила на этот вопрос. Понятно. Спасибо большое, Марина. То есть, Нина Васильевна, получается, это как бы в определенной степени диплом, который говорит о том, что человек знает город, наверное, в значительной степени, знает историю города. И что человек, возможно, после этого курса будет понимать ценность наследия, ценность того, что есть у нас в городе. Иногда вот мы идем, мы просто не замечаем. Мы идем и смотрим. Вот архитектурные наши сооружения, объекты культурного наследия. Это ценность, которая нам дается, причем бесплатно. Понимаете, мы не платим. Мы как своеобразные безбилетники. Ну да, как солнце, как воздух, как небо. Да, кто-то должен за это заплатить. Ну, государство, да, у нас вкладывает в реставрацию и так далее. Можно и самим немножко. Вот, допустим, как история с нашим, допустим, домом. Студенты, они волонтерят, когда вот этот вклад в наследие, в сохранение наследия, в то, что мы будем передавать из поколения в поколение. Ну, то есть, на самом деле, это во многом воспитание в значительной степени. И, может быть, даже в большей степени. Я согласна с вами. Да, это и воспитание, это образовательная программа. Понимаете, это начало у кого-то какого-то пути, может быть, какой-то хорошей истории. Может быть, даже профессиональной. Я вполне допускаю, потому что после того, как они заканчивают школу волонтеров, вот это основной курс, потом идет улучшенный и улучшенный специализированный, и ты уже можешь волонтерить и как помощник реставратора, то есть на хороших объектах. То есть это уже профессия в определенном смысле. И сертификат дает тебе возможность и право именно работать на каких-то работах более квалифицированных. То есть реставратор понимает, что ты имеешь понятие об этих работах, понимаете, что ты проучился. И ты никогда не испортишь ничего. Это же очень важно, потому что много мы утрачиваем просто. Даже некоторые, вот из желания, там вот у меня стоит мой дом, хороший, и его же можно загубить просто на просто, если неправильно обработать кирпич, если неправильно применить краски к нему. У нас просто наш кирпич, дом состоит и из силикатного кирпича, и из красного, поэтому он как бы его изначально красили. А так красный кирпич его уже и не красят, его просто обрабатывают специальными составами, чтобы кирпич не разрушался. То есть вот там, это вот такая история, история о наследии, как я говорю. Очень широкая история. Тем более, что, знаете, в настоящее время, как бы ценность наследия, она немножко нами утрачена, что ли. Или, я не знаю, какие-то мы спокойные стали к наследию. Не понимаю, может, иногда мы его. И, конечно, это нужно начинать вот с самых там младших возрастов, чтобы когда они выросли, да, они понимали ценность этого, и ни у кого не поднялась рука и снести, как, допустим, у нас много же мы утратили объектов культурного наследия. Ну вот у меня, допустим, внук ходит в зеленку, это в музее модерны организован для детей, такая образовательная программа. Это на улице... В доме Курлиных. В доме Курлиных. Да, на Фрунзе. И я, допустим, четко понимаю, что это его родной дом. Он туда приходит, когда он понимает, он не понимает еще, что это наследие, что его надо беречь, но это его родной дом, которым он всегда будет дорожить. Его снести невозможно будет. Конечно. Понимаете? И таких окон много. Да, и если вот с детства вот культивировать и давать им понятие, что это ценность, потому что мы там ходим даже вот по домам, я помню, здесь вот дом Нуйчева, угол Самарской и рабочий. Там, когда он совсем был маленький, мы приезжали, и там есть такой маскарон, и мы говорим, ой, это ловец снов. Ну, как-то вот в форме игры, там что-то обратить внимание. Сейчас он ходит, он что-то понимает. Для него это ценность. Поэтому здесь, конечно, надо все с детства, поскольку... Ну, вот школа волонтеров, она как бы для взрослых. 18 плюс. 18 плюс, и окончательный возраст не ограничен у него. Но кто в силе, кто активный, кому это интересно, то всех, пожалуйста, приглашаем в эту школу. Она начнет работать с 12 октября и продлится до 12 ноября. Там разные группы, разный набор. То есть можно подобрать... Расскажите о программе обучения. То есть что входит в теоретическую часть для начала? Ну, теоретическая часть, это как бы такая общая часть. Четыре академических часа у нее. Она об истории, об объектах культурного наследия, о волонтерстве в наследии. Такая общая. И о материалах. То есть какие существуют материалы, как с ними работать нужно. Ну, такая теория хорошая. Хорошая теория, что она несложная для каждого будет. То есть пусть никто не боится, что что-то не усвоит. Там все усвоится. Все с этого цикла вынесется. Причем с хорошими, я думаю, результатами, с хорошим посылом. У нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся с зрителем. Мы затем продолжим беседу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот после обучения у вас по вашей программе, это может мне помочь найти работу? Я занимаюсь и работаю в сфере ремонта и отделки квартир. Хороший вопрос, кстати, очень практичный. Спасибо большое, Ольга. Да. Вот действительно человек занимается отделкой квартир, ремонтом, и вот если он придет к вам, он... То есть, ну, видите, люди, мы все все-таки достаточно практичные. Ну, я думаю, что сертификат, что вы прошли школу волонтеров наследия, я не знаю, конечно, как у вашего заказчика, он будет котироваться, да, но реставраторы, реставраторы работающие, для них это хороший показатель, когда человек приходит вот с этим сертификатом. То есть, они понимают, что можно доверить работы определенные по реставрации или консервации объектов. Поэтому, ну, в любом случае, я думаю, для вас это будет полезно. В любом случае. Если базовый курс вам понравится, вот этот основной, вы можете на следующий год пойти уже на улучшенный и еще через год на специализированный, там уже более глубокие знания, там вот, я думаю, уже для вас, как для специалиста, это будет очень полезно. То есть, там будет практическая часть? Там будет другая программа уже в следующие годы. А вот в этой основной программе, значит, 4 академических часа лекционный материал и 6 часов по 2 часа академических на практические работы в мастерских по камню, металлу и дереву. Я сейчас предлагаю, знаете, давайте сделаем паузу, посмотрим еще один сюжет, он короткий, а затем продолжим. Организаторы для гостей фестиваля подготовили мастер-классы. Дети и взрослые делают оттиски на бумаге. Это древнейшая техника гравирования по дереву. На доску наносится краска, потом накладывается бумага и вот так вот разглаживается, и получается оттиск, ну, в зеркальном изображении, разумеется. Инна Васильевна, то есть я специально хотел показать, в Самаре как бы на самом-то деле мы любим свою историю, есть люди, которые любят. То есть это вот будет именно такое обучение практическое, я правильно понимаю? Да, с деревом, то есть конкретно, какие-то практические навыки каждый слушатель получит и увидят вообще работу профессионалов, то есть у них будут преподавать хорошие архитекторы, реставраторы. А кто будет преподавать, уже известно? Ну, пока я не могу вам точно сказать, потому что там состав большой, там групп много у нас будет, и в разных группах будут разные педагоги вести. Ну, это все педагоги с кафедры реставрации и реконструкции Академии строительства, архитектуры, и с политехнического института работы там по металлу и дереву. Вот поподробнее давайте вот об этой практической части, то есть вот она как долго будет длиться, и вот какие они навыки получат? Ну, навыки простейшие навыки. Для начала? Для начала, да. Ну, это как бы базовый, основной. Там снятие ржавчины правильное, обработка, там рассматривать краски, там по дереву, как они различаются, виды дерева, из чего, что лучше делать. Ну, это уже такие хорошие знания, но они основные, базовые. А вот по металлу мы специально, не во всех городах есть такие вот центры литьевых технологий, и мы специально на этой базе организовываем обучение вот это практического, чтобы слушателям интересно было, потому что действительно вот этот центр очень интересный, там 3D-принтер, работа, вот это вот литье металлов, то есть помимо вот этих базовых, основных знаний и практических каких-то навыков по металлу, им еще покажут и расскажут многое. Поэтому я и говорю, это прям вот хороший такой образовательный проект. Продолжительность какая? Месяц, вы сказали? Продолжительность 10 академических часов. То есть это 2-3 дня. 2-3 дня? Да, то есть они выбирают расписание, все регистрируются на Добро.ру, в Школу волонтеров наследия, они потом нам присылают эти списки, и мы предлагаем им выбрать группу. То есть там есть утренние часы, дневные, вечерние, то есть чтобы каждый человек, если работает, то там вечерние, если с утра кто-то может, с утра, днем. То есть там очень много групп, и разные расписания можно выбрать. И очень гибко все. Да, да. Соответственно, вот по опыту, да, и давайте закончим вот с образованием. Вы сказали, что затем будет следующий этап, через год более углубленный. То есть там уже придут люди, которые прошли первый этап? Да, будет. Там уже люди вот на такой углубленный курс, они идут уже очень осознанно. То есть понимая, куда, зачем, почему. Да, вот здесь как бы такой хороший образовательный курс. Я пришел, я смотрю, и кто-то себя тестирует. Интересно мне, неинтересно, но в любом случае он вынесет по наследию знания. А вот уже кто определился и говорит, мне это очень интересно. То есть запало в душу. Да, вот это мое. Вот он идет следующее. А уж когда я хочу вообще в этом быть. Погрузиться. Быть, жить, работать, может быть, профессионально. Я даже, если сейчас я не профессионал, то я поступлю. То это уже вот третий год. То есть вот такой курс этой школы волонтеров наследия. Я, кстати, знаете, о чем подумал? Это действительно может стать профессией, потому что у нас огромное количество старых зданий на территории городского округа Самара. Исторических зданий, я вот так даже уточню. И не только Самара. Согласна с вами. И их нужно восстанавливать. Нужны люди, которые умеют с этим работать. И, насколько я знаю, таких людей не хватает. Их дефицит. То есть есть люди, которые могут работать грубо, ну, то есть какие-то простые работы. А вот тонкая работа, говорят, что это сложно найти такого человека. Ну, у нас кафедра реконструкции и реставрации есть. В Академии строительства и архитектуры не каждый город имеет такие кафедры. Там выпуски есть. Но реставрационная вот эта отрасль, она сейчас действительно в таком находится состоянии, что ее нужно, ну, восстанавливать или как-то уделить больше ей внимания. Раскручивать в хорошем смысле слова. Я так думаю, да, государство, оно это видит и понимает. И поэтому, да, вот здесь вот как бы проект еще и как профориентация, можно сказать. Знаете, я пришел, я смотрю и думаю, отличная идея. Инна Васильевна, куда обращаться? Вот если я хочу... Обращаться... Вот вы сейчас мне прям убедили, что надо. Да, причем вот приходите к нам. Я постараюсь. Приходите к нам. Куда? Я всем говорю. Адрес заявки, пароли. Вы входите на Добро.ру. Это в интернете, да. По-русски набирать или латинице? Как хотите. Оно выйдет у вас, да. Можно через поисковик. Да, можно через поисковик. Можно волонтеры наследия набрать. Он вас на Добро.ру выведет. После этого вы находите школу волонтеров наследия и там регистрируете. Только там обязательно нужно город указать. Город Самара. Потому что у нас проекты идут сейчас в десяти областях. То есть вот в этом проекте, в этом году будет участвовать две тысячи человек. Две тысячи человек. Две тысячи человек. То есть много, да. Я считаю, много. Это очень много. То есть если вот каждый осознанно пройдет этот курс, да, и поймет, да, то вот это вот ценность. Вот остался так вот. Указал город. Дальше что? Все. То есть вы зарегистрированы. Нам приходит оттуда ответ, что вот такой-то, такой-то, такой-то зарегистрировался на школу волонтеров наследия. Мы присылаем ему письмо, и он может выбрать группу. Как ему удобно по расписанию. И потом он подтверждает, что он в эту группу идет. И приходит к определенному времени на школу волонтеров наследия. Вот так. Адрес место это будет? Это будет технический университет? Это будет технический, да, наш университет. Угол, вот так условно скажу, потому что там на разных кафедрах будет. Угол Ульяновской и Молодогвардейской. Отлично. Вот по опыту других городов там много участвовало? Много. Участвует по 300 человек, по 400 человек. Ну, у кого-то поменьше, города поменьше. Но как бы и после этого... Ну, то есть пока места есть. Да, места есть, всех приглашаю. Ограничивать, не ограничивать. То есть мы будем набирать пока... Отлично. К сожалению, время программы подошло к концу. Я надеюсь, что желающих будет очень много. И мы с вами потом расскажем о результатах этого проекта. Напоминаю, в нашей студии была руководитель проекта школы волонтеров наследия Нина Казачкова. Берегите Самару, берегите себя. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok